Дональда Трампа Мексиканский наркобарон по кличке Коротышка мечтает попасть в американскую тюрьму, потому что очень хочет спать. Друзья познаются в Ноевом ковчеге. 15 лет звериной дружбы в штате Джорджия. Добрый вечер. Это информационная программа «Сегодня в Америке». С основными событиями среды вас познакомлю я, Евгений Пескунов. Сразу хочу поделиться с вами радостью. У нас начала работать новая студия, и вы видите сейчас панораму ночного Манхэттена. Это картинка с наших камер прямого включения. Надеюсь, вам нравится этот вид. На мой взгляд, он просто потрясающий. Ну а теперь к делу. В США сегодня подводят итоги супер-вторника, ключевого этапа предварительных выборов. Праймарис. Демократы и республиканцы в дюжине штатов решали, кто будет представлять их партию в финале гонки за президентское кресло. Алексей Веселовский считает, что только чудо может помешать встретиться в нем Хилари Клинтон и Дональду Трампу. Дональд Трамп просто сметает своих соперников на предварительных выборах. Из 11 штатов, в которых голосовали республиканцы, в супер-вторник Трамп взял большинство. И так далеко отрывается вперед от конкурентов, что предотвратить его номинацию в президенты теперь может только чудо. Если бы по правилам Праймарис победитель забирал себе все, то эти партийные выборы можно было бы уже сейчас закончить и начать праздновать. Для элиты республиканской партии победный марш Трампа по Америке звучит как похоронный. Такого кандидата она не хочет видеть. Сенатор Марко Рубио, выигравший только кокусы в Миннесоте, откровенно заявляет, он остается в гонке, чтобы не допустить номинацию Трампа. Мы видим, его цифры падают, а наши растут. И через две недели здесь, во Флориде, мы твердо дадим понять, что партия Линкольна и Рейгана никогда не выдвинет в президенты-мошенника. Не сходят с дистанции и Тед Круз, выигравший в родном для него Техасе, а также Оклахоме и на Аляске. Губернатор Огайо Джон Кейсик, неожиданно победивший в Вермонте. И даже бывший нейрохирург Бен Карсон, поддержка которого ни в одном из штатов не превышала 10%, заявил, что будет сражаться дальше, потому что политическая система прогнила до основания. Для номинации Трампу нужно 1237 делегатов. Если он не наберет необходимое число, то вопрос о кандидате в президенты будет решать съезд партии в июне. И кажется, на то, чтобы Трамп не добрался до финиша, теперь брошены все силы. Его обвиняют в связях с мафией, поддержке куклу с клана, приписывают уход от налогов. На университет Трампа завели дело о финансовых махинациях. Провалившийся на выборах губернатор Южной Каролины Линдси Грэм уверен, победа Трампа станет концом республиканской партии. Как мы можем выдвигать в президента сумасшедшего? Абсолютно сумасшедшего. Дональд Трамп просто безумен. Этим мы уничтожим партию и подарим победу Хиллари Клинтон. Мадам госсекретарь несется к победе на полных парах Техас, Алабама, Арканзас, где она провела 12 лет, пока муж губернаторствовал Теннесси, Вирджиния и Джорджия. Вот неполный список выигранных ею штатов. Своего соперника Берни Сандерса Хиллари уже не рассматривает как угрозу. Основной прицел ее кампании смещается в сторону Дональда Трампа, который обещает сделать Америку снова великой. Наша задача не в том, чтобы сделать Америку снова великой. Америка не переставала быть великой. Мы должны сделать Америку единой. Вместо того, чтобы строить стены, мы будем их сносить. Для Берни Сандерса его последние победы в четырех штатах мало что значит. Хиллари отрывается все дальше, набрала уже почти половину необходимых для победы делегатов. На этом фоне его цифры безнадежно отстают. Тем не менее, Сандерс тоже обещает продолжать борьбу. Уолл-стрит против нас, суперфонды против нас, но мы победим, потому что наши слова находят отклик у людей. Мы стоим вместе и обязательно победим. Сделать это сенатору от штата Вермонт будет все сложнее. Хиллари уже далеко и чтобы ее нагнать нужно нечто большее, чем просто слова. Супер вторник стал супер днем для Хиллари Клинтона и Дональда Трампа. Именно их поддерживает большая часть американцев. И судя по всему, именно им теперь нужно готовиться к главной битве за Белый дом. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, НТВ, США. Трезво оценив расклад сил и предпочтения избирателей, бывший нейрохирург Бен Карсон сегодня объявил своим сторонником. Я не вижу политического пути вперед в свете результатов супер вторника. Карсон сообщил, что не будет участвовать в завтрашних партийных дебатах в Детройте. Официально прекращать кампанию Бен Карсон пока не стал и пообещал выступить с речью о своем политическом будущем в пятницу в штате Мэриленд, где он сегодня и огорчил своих почитателей. Свою речь доктор Карсон держал в Балтиморе. Калейдоскоп военно-политических событий в Америке и за ее пределами. Его для вас сегодня подготовили Елена Спиридонова и Игорь Полетаев. Начнем с того, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе назвал Россию страной, которая действует в ущерб интересам США. Выступая в Конгрессе, НАТОвский военачальник призвал администрацию усилить американское военное присутствие в странах Восточной Европы для того, чтобы, цитирую, противостоять агрессивной России. Общаясь в прессе после встречи с конгрессменами, генерал заверил журналистов, что НАТО принимает необходимые меры на случай конфликта с Россией. Объясняя конгрессменам, почему на будущий финансовый год Пентагон запросил на укрепление своего европейского плацдарма почти 3,5 миллиарда долларов, то есть в 4 раза больше, чем в текущем году, Бридлов сказал, что Россия создала мощные оборонительные линии, которые могут помешать свободному передвижению американских самолетов, кораблей и личного состава. Турция не дает остановить нелегальную перевозку беженцев в Игейском море. Анкара отказалась пропустить корабли НАТО в свои территориальные воды, несмотря на договоренности, достигнутые 19 февраля. Как сообщает Францпресс, турки потребовали, чтобы командующий операцией немецкий контр-адмирал явился в Анкару и согласовал с турецкими властями район дислокации кораблей. Из дипломатических источников агентству также стало известно, что, несмотря на заверения на официальном уровне, Турция не проявляет ни малейшего желания забирать обратно беженцев, которые были спасены в море береговой охраны Греции и кораблями европейской пограничной службы Фронтекс. Достигнутая благодаря договоренностям между Россией и США перемирие в Сирии, при всей его хрупкости и с учетом всех нарушений, это лучший и единственный для Европы шанс разрешить миграционный кризис. Об этом пишет в британской газете «Телеграф» военные обозреватели здания Конг Коклин. По его словам, ключ к проблеме не в Брюсселе, а в Сирии только урегулирование сирийского конфликта позволит беженцам вернуться домой и устранить опасность, нависшую над европейскими границами. При этом одной из самых серьезных ошибок Запада в Сирии автор статьи называет требования ухода Асада, в то время как главная угроза для западных стран исходит от ИГИЛ. На брифинге для журналистов представитель Госдепартамента Джон Кирби констатировал, что после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Сирии наблюдается значительное снижение уровня насилия и сократилось количество бомбардировок, проводимых военно-космическими силами России. Однако, отметил Кирби, американской стороне еще предстоит сделать оценку тех бомбардировок, которые там продолжают вести российские летчики и авиация Башара Асада. Министр обороны США предостерег Пекин от агрессивных действий в районе Южно-Китайского моря. Китай не должен заниматься милитаризацией этого моря, включая размещение ракет земля-воздух на спорном острове, заявил Эштон Картер, выступая на встрече в клубе Commonwealth в Сан-Франциско. Конкретные действия будут иметь конкретные последствия, предупредил глава Пентагона. Ну а Совет Безопасности ООН принял сегодня резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное ядерное испытание и запуск ракеты со спутником. Согласно резолюции Совбеза, теперь из Северной Кореи нельзя импортировать уголь, железную руду, титан, золото и другие ценные металлы. Также введено эмбардио на поставку в эту страну всех видов авиатоплива. Кроме того, документ предусматривает запрет на поставку в КНДР предметов роскоши, таких как снегоходы и яхты и расширение финансовых санкций на банковский сектор. Постоянный представитель США при ООН напомнила, что КНДР – единственная страна, которая проводила ядерные испытания в 21 веке, причем четырежды. С каждым ядерным испытанием и запуском ракет с использованием баллистических технологий КНДР улучшает свой потенциал для совершения нападения не только в регионе, но и на другом континенте. Это означает возможность нанесения удара по большинству стран, сидящих в этом совете, подчеркнула Саманта Арт-Пауэр. В американскую тюрьму по собственному желанию просится наркобарон Хаакин Гусман. В мексиканском каземате ему не нравится. Глава картеля Синалоа пожаловался на тяжкие условия содержания в тюрьме максимально строгого режима. Он пожаловался своему адвокату. Заключенный по кличке Коротышко просит побыстрее, бывает же такое, экстрадировать его в Штаты. Хотя ничего хорошего его тут явно не ждет, а сроки американская Фемида отмеривает от души, безразмерные. Жена наркобарона, ее в таком случае, наверное, можно называть баронессой, неоднократно обвиняла администрацию тюрьмы Альтиплана в жестоком обращении с мужем, которому не дают нормально спать. Гусмана будет каждые 4 часа, чтобы выяснить, в наличии ли он вообще. После двух побегов из мексиканских тюрем, в том числе и с той, в которой он сейчас сидит, понять охранников можно. Но этот протокол содержания особо опасных заключенных, к которым Коротышко заслуженно относится, его утомляет. Тюремное начальство считает, что жалуется наркобарон, желая выдать себя за жертву. В США его ждет суровое обвинение в особо тяжких преступлениях. Мексика намерена выдать Коротышко американским органам юстиции как можно скорее. Обзор деловых новостей начнем сегодня из космоса. Астронавт НАСА Скотт Келли и его российские коллеги Михаил Корниенко и Сергей Волков вернулись на Землю. Земля встретила их очень холодно. Морозом казахстанской степи, в которой успешно приземлился спускаемый аппарат космического корабля «Союз». Его там уже ждали 200 военнослужащих, 12 вертолетов со спецоборудованием, 4 самолета и 18 единиц автотехники повышенной проходимости. В этот раз спасатели не помогали космонавтам открывать капсулу. Келли и Корниенко, отработавшие на Международной космической станции 340 дней, самостоятельно открыли аппарат, имитируя высадку на Марс, где никто не будет встречать космонавтов. Келли и Корниенко налетали в космосе около 200 миллионов километров. Они облетели планету 5440 раз, увидели 10 880 закатов и восходов. Оба космических долгожителя пройдут различные медицинские тесты. И в ближайшие дни Скотт Келли вернется в Хьюстон, где его ждут две дочери. Старший из них 21 год, младший 12 лет. А также подруга и брат-близнец Марк Келли. Он тоже астронавт. А на борту МКС остались работать американец Тимоти Копра, англичанин Тимоти Пик и российский космонавт Юрий Малинченко. Следующая экспедиция на станцию отправится 19 марта. И еще одна воздушная новость дня. Министерство транспорта США с сегодняшнего дня запретило пускать в небе электронный дым. Этот запрет распространяется на все виды электронных сигарет и на все регулярные рейсы американских и иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в США и из Соединенных Штатов. Исследования показали, что в аэрозоле, выделяемом такими якобы безвредными сигаретами, содержатся очень вредные химические вещества. И табу на них во время полета, по мнению транспортников, защитит некурящих пассажиров от нежелательного воздействия аэрозольных испарений. Особенно детей и тех, у кого есть проблемы с дыханием. К тому же батареи в этих курильных приборах иногда взрываются, что в воздухе особенно неприятно. Топ-менеджеры автомобильной индустрии собрались сегодня в Швейцарии, чтобы представить на Женевском автосалоне свои новинки. А это 120 мировых и европейских премьер, в том числе от самых престижных марок. Там было на что посмотреть. Роскошь и мощь в эпоху кризиса оценил Вадим Глускер. Меньше электрокаров, гибридных двигателей или концептов. Если кроссоверы, то исключительно класса люкс. Женевский автосалон доказывает, что в эпоху кризиса наиболее ценится роскошь. Поэтому только здесь вы можете увидеть люксовый вариант до этого просто функционального Ниссана X-Trail. Кожаный салон теперь не уступает Порше или Лексусу. И все очень логично. Женева единственный салон в мире, где любимый автомобиль можно купить, не отходя от стенда. А уж тюнинг и вовсе творит чудеса. Именно здесь замеченные нами клиенты из России прямо при нас заказывали новый Бентли Мульсан. Это версия с удлиненной колесной базой. Дополнительное пространство для ног пассажира. Вроде всего на 25 сантиметров больше, но именно на этом настаивали наши клиенты. Ведь если Бентли, то исключительно полноценный лимузин со всеми вытекающими последствиями. В результате пассажир ощущает себя как в салоне бизнес-класса самолета. Скорость 305 км в час. Машина собирается вручную за 400 часов. Из них 150 идет только на интерьер. И именно об интерьере серьезно задумались и на Феррари. Мировая премьера Феррари Луссо. Помимо впервые используемого полного привода в сочетании с системой управления задними колесами, в этой Феррари создана система двойного кокпита. Ну а если точнее, это дисплей, позволяющий пассажиру разделить все эмоции от вождения, только не держа руль и не выжимая газ. Ну а это уже премьера внедорожника от Мазерати. Леванте по имени Средиземноморского ветра, способного в одно мгновение меняться от легкого бриза до стихийного явления непреодолимой силы. Это как буря в пустыне, только удивительные силы комфорта. Мы даже придумали специальный термин. Это самый Мазерати из всех внедорожников. Наверное, претенциозно, но оно того стоит. Иной слоган у суперкара Авентадор Чентенарио от Ламборгини. Совершенство требует времени. Всего будет подстроено 20 купе и 20 родстеров. Ну вот незадача. Они все уже распроданы. Автомобили из ткани, автомобили меняющие цвет или автомобили на автопилоте. Как говорят в Женеве, это не про нас. Этими новинками можно удивить исключительно народные автомобили, такие как франкфуртские или парижские. Какой снобизм? Здесь главное лошадиные силы – двигатель. Только здесь может быть представлен автомобиль, который разгоняется за 13 секунд. Нет! Не до 100 км в час. До 300. Это мировая премьера «Бугатти Чарон». Самый быстрый автомобиль в мире. Мощность – 1500 лошадиных сил. Скорость – 520 км в час. И думаете, Чарон будет суперэксклюзивом? Не дождетесь. Компания планирует уже к осени выпустить порядка 500 таких гиперкаров, стоимость каждого из которых составит не менее 2,5 миллионов евро. Настоящее антикризисное предложение. Вадим Кузьмин, Борис Фильчиков, Европейское бюро НТВ, Женева. Ну а теперь криминал и происшествия сегодняшнего дня. Чеховский сюжет из рассказа «Спать хочется» на американский манер разыгрался в Нэшвилле, это столице штата Теннесси. 16-летнему недорослю так не хотелось идти в школу, что когда его утром начали будить, он подошел к шкафу, взял оттуда пистолет и дважды выстрелил в свою 67-летнюю бабушку. Чем перед ним провинились 12-летняя сестра и 6-летний сын старшей сестры, неизвестно. Но выстрелил он в них тоже. Потом начал охотиться за мамой, но ей удалось найти укрытие за диваном. Свою двухлетнюю сестру школьник убить не пытался. Отстрелявшись, он выбежал на улицу, возле соседнего дома бросил пистолет и скрылся. Полиция на всякий случай распорядилась закрыть 6 учебных заведений. Задержали юношу около железной дороги, а раненых им родственников госпитализировали. Откуда в доме взялся пистолет, пока не выяснено. Сам задержанный отказывается сотрудничать со следствием. В ювенальном суде ему предъявили обвинение в покушении на убийство 4-х человек. Как сообщил представитель офиса шерифа Крис Мамфорт, ранее он уже попадал в поле зрения полиции, подвергался аресту, но по мелочам. В прошлом году в Нэшвилле было совершено 75 убийств. В 20 из них жертвами были дети. И все они скончались от огнестрельных ранений. В районе небольшого города Рипли, в западной части штата Нью-Йорк, сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав. Состав из 34 вагонов шел из Нарфолка, и 16 из них ушли под откос и перевернулись. Рядом с железной дорогой, где произошла эта катастрофа, стоят полсотни домов. Всех жильцов из них эвакуировали на безопасное расстояние, потому что в составе были в том числе цистерны с химикатами. В двух свалившихся с путей вагонах находился этанол. Емкость получила пробоину, и спирт из нее вылился. Упала с полотна и цистерна, в которой находился пропан. Но, к счастью, утечки этого вещества не произошло. Причина крушения и ущерб от нее устанавливается. Но главное, как сообщили представители компании-перевозчика Норфолк Сауверн, что в результате крушения поезда никто из людей не пострадал. В городе Ньютон, штат Массачусетс, автомобиль протаранил пиццерию. В результате этого ДТП на ровном месте погибли два человека. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Двоих пострадавших привезли в больницу в критическом состоянии. Внедорожник, в котором находились три человека, пересекая дорогу, не затормозил и на высокой скорости врезался в небольшой ресторан «Томатос Пицца». Удар был такой силы, что по звуку напоминал взрыв бомбы. Здание вздрогнуло и закачалось. Водитель автомобиля в этой аварии выжил. Полицейские вместе с пожарными с трудом извлекли его искореженную машину из руин ресторана. Осталось только выяснить, по какой причине он в него заехал. А в Калифорнии найден мертвым известный гладиатор. Тело 49-летнего актера Ли Риермана обнаружила его подруга. В течение последних недель артист жаловался на ненамогание и металлический привкус во рту. Не так давно Ли Риерман перенес операции протезирования тазобедренного сустава. Он был безусловной звездой телепроекта «Американские гладиаторы». Ли Риерман выступал в этой программе под псевдонимом «Ястреб» с 1993 по 1996 год. Родился он в городе Луисвилл в штате Кентукки. Риерман учился в престижном Корнельском университете и мечтал о карьере профессионального футболиста. Но попасть в состав клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс» ему не удалось. И тогда боец переехал в Калифорнию, где и попал в шоу гладиаторов. Следователи и судмедэксперты выясняют причины его скоропостижной смерти. Но на прощание всегда хочется рассказать о чем-нибудь светлом и запоминающемся. И такое событие сегодня случилось в Джорджии. Я бы назвал его так, друзья, познаются в Ноевом ковчеге. Так называется приют для диких животных в штате Джорджия. И там сегодня отметили 15-летие дружбы. Медведя Балибала по имени Балу, африканского льва Лео и бенгальского тигра Шерхан. Биологи считают эту неразлучную троицу самой невероятной звериной семьей. Балу, Лео и Шерхан живут вместе в деревянном домике, расположенном на просторной огороженной территории. Они проводят вместе практически все время. Куратор Ноевого ковчега Элисон Хэджкотт говорит, что взаимоотношения этих диких, но в природе очень разных по поведению зверей, не сильно изменились за годы их дружбы. Но сами они стали гораздо спокойнее и меньше играют. Работники Ноевого ковчега надеются, что троица встретит старость тоже вместе. В приют они попали в 2001 году. Детеныши медведя Балибала, льва и тигра нашли в подвале дома в столице Джорджии Атлантии во время антинаркотического рейда. Животные были голодными, слабыми и больными, но держались друг за другом и разлучаться не пожелали. Выпускать хищников на Олю не стали, поскольку сотрудники Ноевого ковчега посчитали их слишком травмированными для адаптации в естественной среде обитания. У диких зверей, оказывается, человеку есть чему поучиться. Таковы новости к этому часу. В студии программы «Сегодня в Америке» с вами был Евгений Пескунов. Всем, кто был, остается с нами. Спасибо за внимание. Встречаемся четверг вечером. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok